Три деревни, два села, восемь девок родим я, Утро! Власть переменилась, скидай спой! Культовый фильм «Свадьба в Малиновке» отмечает 45-летие. Он разобран на цитаты. Многие даже не знают, что говорят фразами из этой комедии. Что ты смеёшься? Я 35 лет с хлопцами нацелувалась. Ой, не бросить, маму, не бросить. 35 лет, как я с хлопцами не целовалась. Зоя Фёдорова очень похожа на мою бабушку. Или моя бабушка похожа на Зою Фёдорова. Поэтому я, когда видел «Свадьбу в Малиновке» в детстве по телевизору, я никак не мог понять, как же моя бабушка оказалась внутри телевизора. Вот она на кухне, и вот она там внутри. Три жена. И что я в тебя такой влюблённый? Ох уж этот папа Ндопула. На морском песочке я морозю... Песни с таким приблизительным содержанием и до сих пор звучат с экранов наших музыкальных телеканалов. В розовых чулочках, талия в корсете. Пум-пум, трюп-пум. В розовых чулочках. Кроме звёзд кино, в картине снимались совсем молодые актёры. Они живут в разных городах и никогда не встречаются друг с другом. Мы разыскали их всех. Мы первыми побывали в той самой Малиновке на западе Украины. Долгие годы она была засекречена и лишь недавно стала открытым посёлком. Бейте и погоняйте! Бейте погоняйте! В чьём секрет бессмертия знаменитой комедии? И какие тайны хранили все эти годы её участники? Я, знаете, как во сне. Я попал, как будто вот всё это во сне мне. Великая тайна. Почему такие фильмы 45 лет уже не теряют эту энергию, это обаяние? Кислое! Сладкое! Кислое! Сладкое! Кислое! Не разобрал! Как не разобрал? Это ты её в сторону держишь! А ты меня должен защищать! Женщина я и не женщина! А? Не разобрал! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Ой! Что с вами, Яков Александрович? Индивидуальная контузия. Ваши трёхдюймовые глазки путём меткого попадания зажгли огнедышащий пожар в моём сердце. Словом, бац-бац и в точку. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Опять власть меняется. Ещё до выхода свадьбы в Малиновке на экраны, оперета с таким же названием была в репертуаре любого музыкального театра середины 30-х годов. Но экранизация 1967 года произвела фурор. Это был первый музыкальный цветной широкоформатный фильм. Зрители ходили на сеансы по несколько раз и знали наизусть весь фильм. Как тебе не стыдно? Да ты не смотри, что я слабая! А знаешь, как могу? Я сама могу! В ролях были самые знаменитые актёры того времени. Евгений Лебедев, Зоя Фёдорова, Михаил Пуговкин, Владимир Самойлов, Тамара Носова, Михаил Водяной. Впервые на экране появился Николай Сличенко, известный зрителю по телеконцертам. Каждому из этих актёров уже были посвящены множество фильмов, программ, газетных статей и книг. Но были и те, кто ярко мелькнув, так и остались героями только одного фильма – «Свадьба в Малиновке». И 45 лет зрители не видели их. Ехали, да? Ну всё, значит, рвём домой, ребята, да? Там же у нас борщ чекает с помпушками. Молодая актриса Киевского театра юного зрителя Людмила Алфимова на роль Софьи, матери главной героини, попала случайно. Уже утверждённая артистка внезапно серьёзно заболела. Прямо на съёмочной площадке стали пробовать всех актрис массовки. ПЕСНЯ Алфимова, хоть и была моложе остальных, но подошла идеально. Уже тогда в ней чувствовался стержень. Пусти её! Думаешь, саблю нацепил, так хозяином стал над всеми девчатами. Отчаянная девушка не только хорошо умела петь и плясать, но ещё и управляла самолётом. А я закончила Харьковский центральный аэроклуб отделения пилотов. Самолёт Як-18. И выполняла весь комплекс высшего пилотажа. Как говорил Голохвастов из «За двумя зайцами», я вам не что-нибудь как, а как-нибудь что. Когда в Ленинград худсовет у Ленфильма отправили первую сцену с Алфимовой, в ответ получили телеграмму. Ваше участие признано актёрской удачей. Ей пророчили большое будущее. Предлагали работу в лучших театрах. А она живёт в деревне. А мы сейчас ещё на село выйдем. Вы там снимите немножко. Мы так ещё, чтобы произведём фужер на всех. Фурор. О, тут снимайте, моя подружка. Что?! Что?! Я на съёмках! Да, Антон, для Близзира выйдет, не снимаешь. Что там, Людмила Ивановна? Что такое? Вы что такое? На съёмках, ничего. Это меня снимают! Людмила Ивановна! Хай знает наших! Полюбила. Ага. Ага. А он? Ага. Что же мне с вами и делать-то? Поженить вас, что ли? Алфимову в кадре пришлось состарить. Артистка Валентина Лысенко, которая играла дочь, была всего на 9 лет её моложе. Мама, а замуж выходить не страшно? Замуж? Да нет. А вот жениться страшновато. Это я в свадьбе в Малиновке. Это мне прислал какой-то человек, прислал письмо. Большое письмо. И он пишет, дорогая Валентина Петровна, я вас так люблю, да и вы моя любимая артистка, чтобы вам, если вам не трудно, подпишите фотографии и пришлите мне. Я одну украла. Валентина Николаенко, в те времена ещё носившая фамилию Лысенко, о кино не мечтала. Она собиралась стать юристом. В актёрскую профессию попала случайно. Поступать в театральный её уговорила подруга. И уж, конечно, юная Валентина не подозревала, что тень Еринки из свадьбы в Малиновке будет преследовать её всю жизнь. Я сцену «Мама, а замуж выходить не страшно», мне от неё тошнит, потому что я играла на пробах, в кино один раз, и потом со всеми претендентами. «Мама, а замуж выходить не страшно?» И все мои подружки, когда хотят меня сделать больно, они звонят мне по телефону до сих пор и говорят, «Мама, а замуж выходить не страшно». Налетел, говорит, женюсь на тебе. Завтра же свадьба справа. И всё же эта прекрасная юная девушка, ну, конечно, тоже, в общем, тайный такой предмет воздыхания школьников Советского Союза. Ну, если вот сравнить Наташу и главную героиню, сколько лет назад она ещё не родилась, то это одно лицо. До того, как получить эту главную в своей жизни роль, Валентина сыграла в небольшом эпизоде и была уверена, что на этом её кинокарьера закончена. А хорошо, наверное, выйти на какой-нибудь безымянной станции и пойти. Просто так пойти. Без цели. Я так потом поняла, что такое кино, когда тебя все облизывают, выправляют тебе каждый волосочек, губки это, всё. А потом говорят, так, всё снято, следующее, да, и тебя забывают тут же. И вот это для меня был такой шок. Я шла по студии и плакала, и шла какая-то женщина навстречу, которая мне сказала, что ты платишь, девочка. Я говорю, а меня все бросили, меня никто не хочет снимать в кино, ой, я никому не нужна. А на сегодняшний день меня отчислили звук гипника, потому что в кино нам сниматься было нельзя. Я осталась на улице, можно сказать. И тут подошла опять эта женщина, которая сказала, ну пойдём-ка, девочка. Меня привели в павильон, косу прицепили, венок надели и заставили петь под фонограмму народной артистки Ковалёвой оперной. Всё, и потом сказали, так, всё, костюм быстро, всё, и мы всё посадили в поезд и повезли. Вот так я попала в кино. Здрасте. 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 Я вообще сто лет не видела. Здравствуйте, добрый день, сэр. Здравствуйте, здрасте. Я сто лет не видела, у меня сто лет и не было. 45 лет после выхода свадьбы в Малиновке на экраны о судьбе Валентины Николаенко зрителям было ничего не известно. Наверное, меня поэтому про меня ничего не снимали, что я не спилась, по мне не лазили крысы, я, значит, не продалась в рабство или ещё куда-то, потому что сейчас только про это снимаю. После успеха в роли Еринки она ещё снималась в кино, потом пробовала себя в режиссуре, но нашла призвание в преподавание. Сегодня Валентина Николаенко – одна из лучших педагогов Московского театрального училища имени Щукина. Она воспитала много известных актёров. «Доиграйте этот кусочек до конца, сядь немедленно и успокойся». Ну уж, конечно, я представить себя не мог, что вот эта вот замечательная красивая девушка с косой вот этими вот глазами и ресницами бархатными, что она моргала всё, это замирало сердце, что когда-нибудь я окажусь в стенах Щукинского театрального института, и именно эта девушка прелестная станет моим педагогом. Но ей так и не суждено будет стать звездой экрана. Роль Еринки останется в её карьере единственной главной. Такая же участь ждала и её партнёра – актёра, сыгравшего Андрейку, жениха Еринки. «Пока есть у нас такое удовольствие, что мы вот так вот можем накладывать грибки, а суете, сует, связанных с большой политикой или с большой культурой, или с малой культурой, нам незачем особенно задаваться вопросом – хорошо это или плохо. Вот грибочки – это хорошо». Снимаяся «Малиновка» сегодня, актёр Гелий Сысоев мог бы претендовать на звание секс-символа. Его, молодого ленинградского артиста, уговаривали сниматься, а он сопротивлялся, диктовал свои условия. В первую очередь ему не нравилась партнёрша. Изначально он должен был сниматься с Ларисой Голубкиной. Ну, отказалась Лариса Голубкина от этой, я с ней пробовался. Ну, я точных причин не знаю, я знаю, так сказать, официальную её версию. Она получила приглашение в Японию там посетить, ну что, а тут съёмочный день. А тогда в Японию это, это же было чёрт-те-знать что. Давным-давно, давным-давно, давным-давно! Я тоже отказался. Полгода ему искали замену. Но так и не нашли. Пришлось режиссёру лично идти на поклон. Угощать актёра в дорогом ресторане и петь дифферамбы его таланту. Как говорил Оскар Туальт, льстить бесконечно можно только мужчине. Вот, я согласился. Сегодня актёр Гелий Сысоев живёт в небольшой квартире на окраине Санкт-Петербурга. Богемный образ жизни он никогда не вёл. Его однокомнатное жильё больше похоже на мастерскую. Много лет назад он своими руками даже парусник смастерил, на котором выходил в море. А всяким домашним мелочам, которые Гелий Борисович вытачивает, выпиливает и вырезает, нет числа. Всё здесь, всё, что сделано, всё моё. Вот, пожалуйста, начать. Дон Кихот. Скульптура. Потрясающе. Ну вот даже, вот та же самая ванна, ну вот, со всеми этими резьбами, резьбой вот этой вот. И вообще все эти плитки клал я сам тут. Ну всё это сам делаю. Я вообще всё сам делаю. Сам себе гастарбайтер. Стол с резьбой со всей внутри. Это всё тоже моя работа. Маркетри называется. Вот. Породы дерева здесь уникальные. Андрейка, Гелий Сысоев, много снимался в кино. Но ролей, которые принесли бы ему всесоюзную славу, судьба ему не подарила. Он долгие годы играет в театре и занимается дубляжом. Даже через много лет после свадьбы в Малиновке главный режиссёр Ленинградского театра имени Пушкина, где почти всю жизнь работал Сысоев, посмеивался над его сомнительной малиновской славой. Игорь Олегович Горбачёв руководил театром. Он так смеялся всегда. Всегда издевался. Ну что, Гелий Борисович украинский, опять вам семечки прислали в посылки на театр? Впрочем, сами актёры благодарны судьбе за подарок и никогда не переоценивали свой вклад в успех этой картины. Это кино сделала не Еринка и Андрейка. Это кино сделали настоящие артисты. Большие артисты советского кино. Замечательные. И те артисты уникальные совершенно, которые там собраны. Они сами по себе, как большие дети. Они все были большие дети. Они излучали этот свет. Ой, и ловкий же ты парень. А? Ты кто ж такой? Яшка. Просто Яшка. Да не просто Яшка. А Яшка-артиллерист. Третий правый ездовой. Разворот налево. Батарея к бою. Трубка 15. Прицел 120. Батарея огонь. Бац, бац. И мимо. По общему признанию, душой фильма был Михаил Пуговкин. Его веселый характер часто помогал всей съемочной группе в самые тяжелые моменты. Он вообще никогда не унывал сам и не давал впадать в уныние другим. Мне бывало, ну, естественно, возраст, болезни. И бывало, что гости придут излишние. Бывало, так хочется рассердиться. Но он такой с юмором. Такой что-нибудь сказанет. Все с сердинки убегали. А вы хапака танцуете? Ну, что вы, что вы. Хапак нынче не в моде. Я прошел пешком всю Европу и ни разу не видел, что танцевали хапака. Сейчас у них в моде форменное безобразие. Называется в ту степь. В ту степь? Интересуетесь? Ага. Могу показать. Вашу ручку битта-дритта. Приготовьтесь, фрау-мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза. Ту степь. Это, конечно, от английского ту степь. То есть два шага. Вроде бы не сложный танец Пуговкин разучивал полтора месяца. Балетмейстер картины хотела довести исполнение до совершенства. Мы продолжаем энцвайдрей. Ну, ходите побыстрее. И вот она все время им говорила, Михаил Иванович, ножку, ножку оттягивать в этот танец, пусти. Плеска такая нелегка, но зато моднее хапака. Позже Михаил Иванович часто исполнял этот танец на концертах и встречах со зрителями и очень им гордился. Этот Яшко-артиллерист в его смешных попытках добиться расположения дам очень напоминает всех тех мужчин, которые в СССР после него стали приблизительно так же ухаживать за своими дамами. Ресторанов тогда и не было в кафе. Что-то он так где-то слышал, что какой-то есть танец, ту степь. Ну, под английский же он не говорит, он и говорит, в ту степь. Сколько же мужчин потом это дело, значит, просто цитируем. Давайте потанцуем танец в ту степь. Да и до сих пор многие из нас Яшки-артиллеристы. Фильм «Свадьба в Малиновке» на несколько десятилетий стал визитной карточкой для всех, кто в нем снимался. При этом Евгений Лебедев сыграл в кино 70 ролей, Зоя Федорова – 75, Михаил Пуговкин – больше 120. Но вслед им долгие годы неслись крылатые фразы из фильма «Свадьба в Малиновке». Сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. Ну что ж, будем знакомы. Командир особого отдельного конного отряда «Назар Дума». Владимир Самойлов, мягко говоря, актер неопереточный. Но играть в этой картине согласился с удовольствием. Вот и его постигла та же участь. Несмотря на 90 сыгранных в кино ролей, Самойлова долгие годы народ на улице окликал «Назар Дума» по имени его героя из «Свадьбы в Малиновке». Назар! Ты ошиблась, солдатка. Как это ни парадоксально, но папа очень, очень переживал за то, что «Свадьба в Малиновке» является как бы его визитной карточкой. Куда бы, где бы он ни появился, все время вспоминают «Свадьбу в Малиновке». Несмотря на то, что он сыграл огромное количество серьезных, больших ролей. Нажми на клавиши, продай товар. Композитор, а? А папа как раз буквально в те же самые поры играл Ленина, причем в трех спектаклях. Именно после премьеры «Свадьбы в Малиновке» зрители на спектаклях стали слишком бурно приветствовать выход Самойлова в образе Ленина на сцену. Да ладно бы они только аплодировали. В зале часто раздавался смех. Ведь все узнавали в «Вожде пролетариата», а перетошного персонажа Назара Дума. Конечно, сама атмосфера съемок музыкальной комедии подразумевала хорошее настроение и даже хулиганство на съемочной площадке. Некоторые фразы рождались прямо во время процесса. Порой актеры устраивали настоящие капустники. Вот только для широкой публики они были закрыты, потому что соревновались звезды в исполнении неприличных песен. Ну там что-то Миша Пуговенкин, там частушку пела, я уже не помню. Там Гриша Абрикосов, там что-то такое тоже из какой-то оперы. Зоя Федорова пела. Кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются, о б**ки. Почему ж они не вьются у порядочных людей? Ай, с цыплятами беда, не усмотришь, дохнут. Папе слезы, что вода, по дороге сохнут. Супер юмористов все. Делали очень серьезно, например, как Зоя Алексеевна, она учила местных женщин, как делать цыплята табака. Она там показывала, что нужно сесть с задницей на горячие камни там, значит, что-то такое. И те терпели, там все такое. А она там серьезно говорит, еще немножко. Вот такие хохмы. Трандочиха, когда в сердцах Бог знает, что натворить может. Потому, что трендочиха характер такой, что если трендочиху зацепит, то трендочиха такое отмочет, что трендочиха и слада не будет. А раз трендочиха в сердцах... Папа, не спеши! 35 лет я прошу тебя, Гапуси, не спеши, потому как непонятно. Понятно? Поддерживать дисциплину на площадке такого веселого фильма получалось не всегда. Мэтры подшучивали над молодыми. Иногда в довольно жесткой форме. Великие артисты, господа, они решили, что когда принесли вот эти штофы, там же штофы стоят, вот такие огромные штофы, налитые чаем. Они подошли, открыли пробочку, понюхали и сказали, ну, это не годится, вы что? На посту стоишь, бандюга! Кому-то там моргнули, и эти штофы залили, принесли поменьше, что залили коньяком. И когда на первом там репетиции, значит, наливаются, фужеры же наливаются, наливается фужер, значит, я подношу и понимаю, что он чем-то пахнет. Вот так стоит камера, меня снимают крупно, а спиной ко мне стоит папа, значит, и делает мне страшные глаза, что если я сейчас что-нибудь вякну... Поэтому ничего не оставалось, как чуть-чуть отхлебнуть, и режиссер кричит откуда-то, пей до дна! Я не могу пить до дна, понимаете, да? Петь до дна плохо кончилось. Для молодых актеров эти съемки были увлекательным путешествием. Им, городским, пришлось с разбега окунуться в деревенский быт. Жили мы по хатам, и кормилась там, и поелась там. Вот, небо войского добра, но зараз-то было. Жить в деревенских избах приходилось не только начинающим, но и маститым актерам. До конца жизни тепло вспоминал ту украинскую экспедицию Михаил Пуговкин. Особенно с этой хозяюшкой, где они жили, она прекрасные борщи из петуха делала. Вот. У нас же так не делают такие борщи, а в Украине бывает из петуха. Я интересуюсь, у вас бывают мигрени? Нет. У нас никого не бывает. Одна только скука. Тогда вообще воспринимали людей, которые снимают кино, как богов. И которые снимаются в кино. Это были люди там, где-то живущие. И поэтому они от всей души, тем более Украина тогда, действительно житница, действительно богатая страна. И поэтому все это приносилось. Это вот с утраички, значит, молочко, вот это вот, а это сейчас ряженки. Это вот съешьте за ради бога. Вот это я помню. За ради бога съешьте ряженки. На морском песочке я Марусю встретил. В розовых чулочках талия в курсете. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, в розовых чулочках, да-да-да-да, да-да-да-да, эх, талия в курсете. На карте СССР было 30 населенных пунктов с названием Малиновка. И как ни странно, именно та единственная, в которой по замыслу авторов разворачивались события опереты, на карте отсутствовала. Эта местность была засекречена. Вокруг находилось не менее 10 войсковых частей. Отряд поведешь лесом и выйдешь вон там у речки, а потом берегом, берегом и до самой Малинки. Понятно. С этой креницей и пошло название и развитие нашего населенного пункта Слобода-Малынова. Председатель сельсовета собрал множество доказательств, что именно их село имел в виду автор либретто Леонид Юхвинт. Сам он жил в Харькове. Много раз бывал в Малиновке. Да и совпадает все. В этих местах и правда хозяйничали банды, и власть то и дело менялась. Есть ли у тебя, как говорится, какая ни на есть программа? Ну а как же можно без программы? Ну что я вам, бандюга с большой дороги. Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность. Значит, будут храбить. Реальные жители, как и те, что были выдуманы фантазией сценариста, власть обсуждают с азартом. Только теперь правителей они видят исключительно по телевизору. Это цирк на дроте, говорят все люди. Ну, ну, посмотреть телевизор, это цирк на дроте. Ну, депутаты бьются. Ну, пшшш. Не нравится, детка. Не нравится. Я так дивлюся телевизор. Жаль, что мои кулаки до них не достанут. Я бы их там усить бы повбивала. Вечерами немногочисленные жители Малиновки собираются в поселковом клубе. Приезжим и местные свадебные обряды покажут, и песни споют. Молода заводить брат за стил. Тут дружки, тут усі жинки, то свашки. И молоду накрывали хусткою ось так. И спевали песню. Музыка Музыка В фильме весь этот народный колорит был снят ленинградскими интеллигентами. Казалось бы, откуда им знать деревенский украинский уклад? Но раньше на подготовительный период полуторачасовой картины отводилось полтора года. Для сравнения, сегодня на подготовку пятнадцатисерийного фильма порой бывает отпущено два с половиной месяца. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Приятно вас видеть. Дочь режиссера фильма «Свадьба в Малиновке» Андрея Тутышкина Наталья находилась с отцом почти весь съемочный период. А вот мы стоим. Вот это папа, это Пуговкин, вот это Евгений Александрович Лебедев, а вот я. Это как раз на съемках «Свадьба в Малиновке». Вот тогда мне он казался пожилым таким человеком, понимаете, папа. Он мне казался таким. А оказалось, что он еще был полон жизни. Я всегда его воспринимала немножечко, что у него сердце всегда болело, что он лекарства очень любил. А потом я поняла, что он жил самой полной жизнью, наверное, на съемках вот этого вот «Свадьба в Малиновке». Он умер в 61 год, а за пять лет сколько ему было здесь? 57 лет. Театральный актер и режиссер Андрей Тутышкин в кино был последователем знаменитого режиссера Григория Александрова. Он и прославился в его комедии «Волга-Волга». Щитовод. Алеша, Рубышкин, артист. Андрей Тутышкин. Тоже артист нашелся. Коллектив набрала. Дядя Кузя, тетя Паша, теперь еще Дуня, композитор какая-то. Художественный ансамбль имени Куром нас. «Волга-Волга», помните, этого? Щитовода играл, там, где они целовались за сос. Это когда надо мне было целоваться с Володей Самойловым. И там что такое, я там рыжилась как-то, тут же муж стоит за плечами, ну как тут? 15 лет не виделись, надо же страсть показать, понимаете? Вот. Так он начал рассказывать, как он с Орловой целовался. Ну я спрашиваю, а как же ж Григорий Александрович Александрович, как он? Он показывал такие поцелуи, такие засосы с винтами, с какими-то показывал нам с Орловой, как целоваться надо. Мы смеялись. Тутышкин был человеком мягким. Даже в самые горячие моменты он умудрялся не повышать на актеров голос. А я помню, одна женщина подошла ко мне сзади, так, из массовки спросила, сказала, что с этой в брыле главной, это, значит, показала на папу вот это, в брыле эта шляпа, главный, я говорю, да, он главный, некрасивый. А тут кругом такие все были, некрасивые. И Шой в тебя стал сразу такой влюбленный. Но несмотря на легкость в кадре, импровизации не было. Он всегда четко ставил актерам задачи. Мне надо так, чтобы у тебя вот одна слезка скатилась с одного глаза, да, такая, значит, режиссер просит. Задача небольшая. Одна слезка, чтобы с глаз скатилась. Ну, все там, тишина, фонограмму, значит, дали. Я начинаю. Вдруг идет какая-то баба, осталась, стоит. Я говорю, стоп, 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 стоп. Я говорю, уберите эту женщину. Она стоит на меня, смотрит, и все, у меня уже. Я уже начинаю смеяться. Они говорят, убрайте сначала, да, все. Опять начинаю. Пошла фонограмма. И опять. Ноет, ноет, ноет. Вот Феликс мой выходит с девками. Вышел и стоит. Я говорю, стоп. Я говорю, убрать моего мужа с девочками. Побежали, убрали. Так, еще один дубль. Там уже будем выбирать. Так я же в последнем дубле. Ну, ноет, ноет, ноет. Уже слезы, ручончики, без глаз. Давайте сначала. Актеры хотели работать с Тутышкиным. И с каждым из них он поддерживал, если не дружеские, то приятельские отношения. Земляки! Но особенно он ценил Михаила Пуговкина. Считал его великим комедийным актером. Свадьбу в Малиновке без Пуговкина Тутышкин не представлял. Знаешь, я тебя где-то видел. И я вас где-то видел. Это не ты за купающимися девками подглядывал. А они зато вывалили тебя голову в крапиве. За мельницей? Да. Где две вербы и обрывы? Да. Нет, не я. А это не вы ехали через Янковку на орбе с сеном и заснули. А у вас тем временем валов увели. Валы серые. Ага. Один с пятном. Ага. Нет, это не я. Врешь. Не я. А это не ты, когда на германскую войну ушел, с моста свалился пьяный в воду. И бабу вытаскивали? Да. Я. Но в картину Пуговкин мог и не попасть. Ассистенты режиссера, которые отвечают за актеров, хотели протащить в картину своего человека. Так сказать, по блату. Но режиссер Тутышкин настаивал на Пуговкине. И Тутышкин давал им задание постоянно, там две ассистентки, найти Пуговкина. Из Ленинграда, естественно. И они ему отвечали, Пуговкина нет в Москве. Пуговкин нет в Москве. Они хотели солиста балета. Проходит время, полтора-два месяца, группа уже готова снимать сцены с Яшкой-артиллеристом. А Пуговкина нет. Тутышкин говорит, наберите мне номер. Ну, раньше была другая связь, только городская, мобильная не была. Наберите мне номер Пуговкина. Набрали. Михаил Иванович отвечает, я вас слушаю. Он говорит, Михаил Иванович, это вы? Да. А вы разве в Москве? Я, говорит, никуда не выезжаю. Я все время в Москве. Если бы тутышкин не настоял, мы бы с вами Пуговкина в Яшке-артиллеристом не видели. Я заявляю совершенно официально, как начальник гарнизона, скуки больше не будет. Мы ее бац-бац и мимо. Это борщ. Поставил ложку, она стоит. Вообще. В одной из рецензий, сразу после премьеры фильма, актрису Людмилу Алфимову, исполнившую роль Софьи, назвали канонической красавицей. Утверждали, что Товстоногов звал ее в Большой драматический театр и обещал главные роли. Но вот она, в селе Печора в Венецкой области, варит борщи. Это пампушки с горохом. Вообще-то она не деревенская. Родилась в Харькове, там же закончила театральное училище. Долго работала в Киевском драмтеатре. У нее за плечами 70 фильмов и 170 озвучаний. Почему уехала в село, обещает рассказать позже. Все время оттягивает этот, видимо, больной для нее разговор. Все скрывает за шуткой. Во всем пытается найти свою прелесть. Платье от Версачи, а у меня мухи от Филины. Соседка Филина, я говорю, мухи от Филины. Алфимова в своем селе главная, а то и единственная достопримечательность. Во время нашего визита к ней приходят корреспонденты Венецкого телевидения. Оказывается, Валентина Ивановна сварила лучший в области борщ. Висловлю я щиру вдячность Алфимове Людмиле Іванівне за занятие перше місце, за приготовление борщу та за участь в областном святе украинской кухни. Начальник управления культурой и туризму Мария Скрипник. Я вас щиро витаю. Спасибо за рождественник. Кроме Алфимовой, своим, то есть украинцем, на площадке был актер Михаил Водяной. Вопреки легенде он не был коренным одесситом. Водяной родился в Харькове, жил в Кисловодске, учился и работал в Ленинграде. Это потом он стал ведущим артистом одесской музкомедии, и одесситы искренне считают его земляком. Кстати, именно Михаил Водяной стал первым артистом опереты, получившим звание народного артиста СССР. За Одессу знаешь? А ну, попробуй. В Одессе жил, купался в море я черном. Знали на пляже все меня. Куплеты пел, играть умел на гитаре. Любовью я играл, шутя. Картина ясная. Любовь несчастная, а сердце страстное, горит в груди. Картина ясная, Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути. Ты же вундеркинд. А шо это такое? Можно сказать, что Михаил Водяной сегодня практически забыт, но только не в Одессе. Михаил Водяной очень известный актер, но никогда, ни до, ни после, Водяному не удавалось получить такую роль, как Папандопула. Папандопула немедленно растерожился по всему Советскому Союзу. То, как Папандопула делил деньги, напоминало приблизительно раздел наших доходов между социалистическим государством и нами. То, как Папандопула, значит, объяснял арсенал местной банды, три пулемета, да, два не работают, а один по своим стреляет. Ну, это же фантастика. А седьмой, я по секрету, от Пана Атамана, выменял на эти вот штанишки. Ты гляди, ну красота! Он совсем немного сыграл в кино, может, чуть больше десяти ролей. Всю свою жизнь он посвятил театру, и Одесский театр мускомедии теперь носит его имя. Михаил Водяной умер внезапно от сердечного приступа, когда ему было шестьдесят два года. А ну, сочини для меня, что им такое, чтоб душа сначала... Развернулась, а потом обратно завернулась. За Одессу, знаешь? А ну, попробуй. В Одессе жил, купался в море я черном. Знали на пляже все меня. Куплеты пел, играть умел на гитаре. Любовью я играл шутя. Картина ясная, любовь несчастная, А сердце страстное горит в груди. Картина ясная, Одесса красная, И мне с Одессой той не по пути. Аши трехдюймовые глазки путем меткого попадания Зажгли огнедышащий пожар в моем сердце. Любила. Ага. А он. Ага. Скоки больше не будет. Мы ее бац-бац и мимо. Свадьба в Малиновке. Сегодня на Первом. Значит, жениться собирается? А ты? Я его как огрею грабливей по спине. Бац пополам. Спина пополам? Нет, грабли. Ахахахаха. Ах, Гриша. И за что я был в тебе такой влюбленный? Где же ты, Маруся? Съемки фильма на натуре продолжались все лето. В самой Малиновке снимать было невозможно. Село было закрытым, да и пейзажи неподходящими. Поэтому ассистенты исколесили всю Украину в поисках подходящей местности. Только рваная же фотография, ну, в общем, ладно. Вот сидит папа, вот здесь все сидят. Это происходило, вот видите, какого вообще довоенного вида автобус. Это происходило все в село Писки, Лубнинского района. И почему они выбрали такую вообще натуру? Потому что там не было ни одного столба электрического. У режиссера было много добровольных помощников. Гелия Сысоева учил держаться в седле местный кавалерист в запасе. Он пришел и сказал, так, ставишь ногу в стремя, я говорю, она без стремя. Как без стремя? Я говорю, так, значит, тогда запрыгиваешься, она без седла. Что, совсем вот такая вот, дед там с усами? Я говорю, вот такая совсем без... Так, а чем я тебя могу научить? Упадешь, так упадешь, не упадешь, так не упадешь. Лошадь на Украине тогда было найти очень сложно. Машины, пожалуйста. А тут нашу клячу, которую нашли. В основном над ней работали гримеры. Гривы выбеливали, и французской пудрой там ее... Круп ее там гримеровали. Чтобы снимать эту конницу, значит, да, бандитскую и красную, собрали со всех окрестных деревень лошадей. И вот три дня снимали партизанский лагерь, да, а потом три дня снимали бандитов. Значит, вот когда снимали... Люди были одни и те же. И когда они были партизаны, они не пили, они были в партизанской форме, они подходили к бригадиру и говорили, разрешите отлучиться по нужде. Тот говорил, иди, только недолго. Три дня был полный порядок. Потом говорили, так, все, закончили эту сцену, сцены снимались долго, завтра у нас бандиты. С утра в лохмот пьяные эти же конюхни. Никого не слушают. То есть они входили в роль гораздо быстрее, чем артисты. Мы уже приходили, уже лежали в костюмах, уже были пьяны, самогон был настоящий, все было натуральное. Соседние совхозы перестали вообще работников видеть на своих местах. Те старались удрать на место съемок под любыми предлогами. Вот, приезжали председатели, значит, с автобусом, чтобы забирать там все, кто верхом, кто как. В общем, все смотреть. Массовка приходила тысячами, потому что тогда платили три рубля, а три рубля для них были деньги невероятного масштаба. У других девиц богатых с сундуками полны гады. Есть поплины, есть сатины, только пусто за душой. Мы милее всех девчина, не поплина, мне сатина. Вот такую, как я, Ринка, мы возьмем с собой в пакет. И я, походу, бы с вами рада, только мне до дому надо. Приезжайте к нам скорей, встретим вас в деревне всей. Мы только начинали, а рядом паслись коровы. Большое стадо коров, так что штук двадцать, там больше может быть. И они в самой речке, а речка мелкая. На что, значит, тут Ишкины, там многие сказали, перегоните их туда, значит, кому-то они сказали, перегоните на ту сторону. И их через речку перевели на ту сторону, и, значит, вот так, должны были нас снимать. Мы готовились к этому, значит, все только, он сказал, начали. Эти коровы пошли, как на камеру, прямо все, все гуртом. Мы кричали все, куда вы, что вы. Они идут прямо на камеру сниматься. Во вверенном мне батальоне никаких происшествий нет. Убитых нет, раненых нет, больных нет. Но если местные жители были верными союзниками киношников, то июльская украинская жара страшным противникам. Особенно тяжело приходилось артистам балета. Они в 43 градуса на солнце. Абсолютная такая украинская, значит, выжженная земля, вытоптанная. 43 градуса и диги. Вот не такие приборчики, а диги для цветного кино. Вот у меня половина кадров вот так снято. Или слезы льются, это невозможно выдержать. Невозможно. И это вот парик, тут все течет, тяжелый костюм. Все, кто в гимнастерках умирают, обмороки бесконечные, потому что, ну, это не... И они вот пляшут, как зверь. Как зверь. Как зверь просто. И потом падают вот на эту пыль и лежат. Потому что сердце, наверное, там, не знаю, выскакивает просто. По законам опереты, у фильма «Свадьба в Малиновке» счастливый финал. Каждый нашел свою любовь. Можно сказать, что и у актеров, сыгравших главные роли, личная жизнь тоже сложилась. Хоть и у каждого по-своему. После первого короткого и неудачного замужества Валентина Лысенко вышла замуж за украинского актера Георгия Николаенко. И вот уже почти 40 лет носят его фамилию. Когда я встретила Георгия Михайловича, я поняла, что вот оно, судьба. Он снимался в кино «Фронт за линией фронта». А я работала там замдиректора. И однажды я такая вся такая московская штучка. Открыв дверь, я увидела, сидит этот человек, он сидит, с простым русским лицом, с украинским на коленках пузыри, кремпленовый пиджак. Думаю, да, деревня, деревня поет неплохо. Значит, сказала я, подсела к нему и подпела ему. Георгий Николаенко в последние годы, как режиссер, снял много популярных телесериалов. С Валентиной они работают вместе. Она всегда его верный помощник и советчик. Она все знает. Я же профессор. Да, она профессор, она знает все. И когда начинаются советы там, где, в общем-то, женщине не нужно этого делать, я начинаю раздражаться и орать. И мы тут моментально раз! И развод. И развод. Девочих фамилий. Да. Каждое утро начинается со слов. Кто первый скажет, там, кто приносит кофе, тот, кто лежит, говорит, боже, как мне повезло, что я тебя встретила. 38 лет тому назад. Юра! Иди скажи, как тебе повезло. Я кричу, потому что не слышно. Все же съемки идут. Какую фразу надо утром говорить? Мне очень повезло. Самое главное, первейшее, нужно иметь, обладать чувством юмора. Не обладаешь, крышка. Притом, не только по отношению к другим, но и по отношению к самому себе. Чувство юмора помогло Гелиусу Сосоеву остаться в хороших отношениях со всеми своими женами. А их у него было пять. Кому-то из них не нравились особенности его актерской профессии. Кто-то не разделял убеждений, а кого-то раздражало, что дом вечно был похож на мастерскую и склад. Ну, я помоечник. Вот кресло. Я по частям его собрал, на помойке нашел. Вот. Собрал, там переделал все. Вот. Скабеллы называются вот эти вот. Это я форму подсмотрел в Эрмитаже. Пришел домой, сделал. Это вот моя. Это для какой-нибудь царицы. Со своей нынешней царицей Гелий Сосоев нас не познакомил. Последнее время дома он почти всегда один. А царица у меня приходящая. То есть она у меня официальная жена, но у нее 92 года, мамаша она. Ее не отпускает. Она только когда вырвется. Сегодня актер играет сразу в нескольких питерских театрах. Хоть и не числится в штате ни одного из них. Своей творческой судьбой он доволен. А роль Андрейки считает лишь маленькой и, пожалуй, самой незначительной ее страницей. Я доволен своей жизнью. У меня все нормально. Я не наврал, не предал. Я выжил. Я играл с хорошими людьми, встречался с хорошими людьми. Как же я могу быть недовольным? Но, пожалуй, самым необычным образом сложилась судьба Софии, актрисы Людмилы Алфимовой. 35 лет назад она уехала из города в село. Влюбилась в председателя колхоза, где проходили съемки. Но с мужем, от которого у нее были две дочки, не развелась. Я считаю, лучше быть первой населением, чем последней в городе. Или неизвестной в городе. Да? К своему первому супругу у нее было много претензий. Она считала его тряпкой. Зарабатывать он не умел. Я 11 лет ходила в одном пальто осеннем. 9 лет ходила в одной шубке искусственной. Актриса. Мне, конечно, хотелось что-то купить красивое для себя, для детей. Она копила эту злость, но уйти не решалась. И вдруг тут подвернулся Иван Сергеевич. Такой заботливый, ласковый, любящий. И, кстати, может быть, это вырежете. И, кстати, очень сексуальный мужчина. Он где меня поймает, там... Я беточки жарю. Она переехала в колхоз. Но даже тогда Алфимова не ушла от мужа. Он противился разводу. Так и жила странной, почти шведской семьей на территории украинского села. И мой муж знал Феликс Михайлович. И говорил моей маме, Надежда Федоровна, скажите, Людуське, я на все согласен. Пусть будет он, но чтобы был я. Я говорю, Феликс, спроси, я же не бе. А потом умер первый муж. А за ним через много лет и второй. Старшая дочь работает актрисой на Украине, а младшая живет в США. Теперь Алфимова одинока. У нее прекрасный дом, но своей на селе она так и не стала. Соседи так и не простили ей городской, что вела себя слишком вольно. Что-то меня все боятся, как-то на меня так смотрят, я не знаю. То ли стесняются, то ли куда-нибудь войдешь в дом, они начинают сразу тряпки складывать, что-то убирать. Я говорю, а что вы при мне начинаете убирать? Вы же живете, вы же для себя живете, вы так живете. А мне, говорю, не надо. Для односельчан, как и для ценителей советского кинематографа, Алфимова так и останется актрисой, сыгравшей Софью в знаменитой кинокомедии. С 45-летием картины никто из ее героев друг друга поздравлять не стал. Да и не общаются они уже много лет. Совсем разные люди. Самой Малиновки настоящий, невымышленный, тоже не до юбилеев, пусть и любимой комедии. Но вот чудеса. Фильм живет почти полвека, и сама Малиновка все еще держится. Чуть не каждый год ближайшие деревни и села пустеют и умирают, а она живет. И дети рождаются, и крестят их, и даже церковь новую мечтают построить. И не боятся ничего. А если и боятся, то не всерьез. Представьтесь еще раз, как зовут вас? Удочкина? Раиса Алексеевна. Раиса Алексеевна, а вас? В общем так, знайте, як мене не буде, значит, вы не забрали, убили. Ха-ха-ха-ха! На морском песочке я морозу встретил, в розовых чулочках талия полцетки. Да-да-да-да, да-да-да-да, как в розовых чулочках. Да-да-да-да, да-да-да-да, как в розовых чулочках.